Вы дремлете в кресле у окна в самолёте. Темнеет, ведь уже почти 11 часов вечера. Вдруг что-то будет у вас. Вы выглядываете в окно и видите очень странное явление. Что-то, что пугает вас. Вдалеке небо озаряют ярко-красные огромные вспышки. Они напоминают медуз из кошмаров. Это спрайты. Их еще называют красными спрайтами из-за их цвета. Они также известны как облачно-космические молнии. Эти явления мерцающие в ночном небе электрические искровые разряды. Так по-умному называется удар молнии. Они возникают высоко над грозовыми облаками на высоте от 48 до 90 километров. Вот почему их так хорошо видно из самолёта. Самое интересное в спрайтах то, что это положительно заряженные молнии. Это очень редкий тип, составляющий всего 5% всех молний. Впервые люди заметили это явление в 1886 году, а впервые оно было сфотографировано в 1989 году. В 2018 году Ниагарский водопад, расположенный на границе штата Нью-Йорк в США и провинции Онтарио, Канада, сумел удивить всех. Туристы, приехавшие полюбоваться бушующей водой, обнаружили, что водопад замёрз. Точнее, замёрзли не все водопады. Это невозможно для такой огромной массы текущей воды. Микроскопические капельки воды, а также туман образовали ледяную корку над стремительно несущейся водой. Это создавало иллюзию, что Ниагарский водопад замёрз. Но вода продолжала печь под льдом. Представьте себе пруды, покрытые льдом. Легко, да? А теперь представьте десятки морд аллигаторов, которые высовываются из прудов, неподвижные и вмерзшие в лёд. Вот, чтобы вы увидели, если бы посетили болото Северной Каролины в начале 2018 года. Несмотря на ужасающую картину, животные были живы. Это был их особый способ выживания в аномально холодную погоду. Поскольку ноздри крокодилов были над водой, животные могли дышать. В то же время их тела находились в спячке. Это позволяло им сохранять энергию и оставаться в тепле. Зимой 2018 года жители пустыни Сахара, одного из самых сухих и жарких мест на планете, проснувшиеся обнаружили, что песок покрыт толстым слоем снега. В некоторых местах его глубина достигала ошеломляющих 38 сантиметров. У метеорологов нашлось объяснение этому захватывающему явлению. Они сказали, что холодные потоки воздуха в сочетании с осадками, выпавшими в результате последнего шторма, привели к тому, что вместо дождя выпал снег. Это произошло в июне 2009 года. Люди в некоторых районах Японии вышли из своих домов после сильного ливня и обнаружили, повсюду рыбу, лягушек и головастиков. Поля, дороги и крыши домов были усеяны этими существами. Один человек даже нашел 13 карпов на своем грузике и вошел к нему. Никто точно не знает, откуда взялся этот странный дождь. Но по самой популярной теории животных подхватил мощный водяной смерч. Затем он пронес их через верхние слои атмосферы и сбросил на ничего не подозревающих людей. В Австралии иногда идет дождь из пауков. Это потому, что эти существа могут взлетать на воздушном шаре. Это необычный способ передвижения. Паук забирается на верхушку высокого дерева или кустарника. Затем он сплетает волокна паутины в шар, который затем уносится ветром. Заметить взлетающих пауков нелегко. Но иногда в особенно сырую погоду происходит массовое воздухоплавание. Миллионы пауков отправляются в путешествие, чтобы найти место с лучшими условиями. Может показаться, что на улице идет снег. Но это пауки опускаются на землю. Самые длинные в мире грозы происходят в Венесуэле и могут длиться по 9 часов в день. Центр грозы сосредоточен над озером Маракайпо, а облака возвышаются гораздо выше, чем обычные грозовые тучи. Это природное явление, также известное как молния Кататумба. Происходит в течение 140-160 ночей в году и может производить до 28 ударов молнии в минуту. Вы наверное слышали, что молния не бьет дважды в одно и то же место. Так вот, молния Кататумба похоже не знает об этом правиле. По крайней мере это не мешает грозовым тучам собираться в одном и том же месте из года в год. Вулканические торнадо, возможно, одно из самых страшных природных явлений. Когда вулкан извергается, он выбрасывает раскаленную породу и пепел высоко в атмосферу, а твердые куски лавы и горячие газы устремляются вниз по склону вулкана. Когда этот поток движется вниз, некоторые из попавших в ловушку газов начинают одновременно подниматься и вращаться. Они сжимаются воздухом, вращаясь все быстрее. И так рождается вулканический торнадо. К счастью, это явление кратковременно. Хотя остров Ньюфаундленд в Канаде нельзя назвать самым теплым местом на земле, здесь все же не так уж холодно. Но представьте себе, что вам приходится убирать снег перед домом всего за несколько дней до летнего отпуска. Именно это и произошло на острове в июне 2018 года. Холодный шторм, пришедший с побережья Ньюфаундленда, покрыл несколько районов островов 5-сантиметровым слоем снега. Вдобавок ко всему, температура также побила все рекорды. Летом на Ньюфаундленде обычно в среднем около 19 градусов, а в очень жаркий день – 30. Но в тот печально известный июнь утром было всего 3 градуса. Облака утренней славы встречаются крайне редко. Они похожи на трубы, раскинувшиеся по небу. Они могут тянуться на расстоянии более 900 километров. Большинство исследователей сходятся во мнении, что эти облака появляются, когда восходящий поток проходит сквозь облако. Это создает их характерный закрученный вид. Холодный воздух в задней части облака заставляет его опускаться вниз. Лучшее, но не единственное место, где можно увидеть такие облака – австралийский залив Карпентария. Если отправитесь туда, выбирайте период с конца сентября по начало ноября. 19 марта 2018 года жители Алабамы увидели, как с неба падают огромные куски льда. Это был печально известный град в Алабаме, который нанес ущерб на миллионы долларов. После града местность выглядела разрушенной. Разбитые витрины магазинов и лобовые стекла автомобилей, сломанные рекламные щиты и дыры в крыше. Но больше всего исследователей взволновал град, найденный недалеко от города Калмен, штата Алабама. Этот монстр размером с мяч был более 13 сантиметров в ширину и установил новый рекорд штата. В 2012 году небо над Дорсетом, Англия, стало сначала зловеще темным, а затем желтым. После этого на землю начали падать голубые шарики. Местный житель шел к своему гаражу, когда заметил что-то необычно яркое среди беловатых градин. Когда исследователи изучили этот студенистый дождь, они обнаружили, что шарики были сделаны из вещества, которые используются в подгузниках или почвы для горшков, для впитывания жидкости. Пока не ясно, упали ли эти шарики с неба, а может быть тающий лед заставил несколько уже существующих кристаллов в мгновение ока расшириться. В марте 2018 года жители Северной Невады могли наблюдать редкое подковообразное облако. Выглядит оно, конечно, пугающе. Но метеорологи знают, что этот вихрь интересной формы возникает, когда плоское облако проходит над столбом теплого поднимающегося воздуха. Этот воздух создает форму и придает движению облако некоторое вращение. Такие облака остаются в небе всего несколько минут. Цилиндрические снежные пончики возникают, когда порыв ветра решает поиграть в снежки. Он начинает перекатывать снег по земле. Если бы это был настоящий снежный ком, то в конце концов он стал бы слишком тяжелым, чтобы ветер мог его сдвинуть. Но центр снежного пончика оказывается полом, потому что его внутренний слой слишком тонок и сдувается при формировании пончика, поэтому он легче, чем обычный снежный ком и катится дальше. К сожалению, вы не можете найти снежные пончики просто так. Они редки и для их появления нужно совпадение многих факторов.